44-е заседание Совета депутатов стало знаменательным. Оно не просто последнее в нынешнем году, очередное оно завершающее для Совета депутатов района. Но началось заседание, как обычно, с решения важных для муниципалитета вопросов. Первые два касались внесения изменений в решение Совета депутатов в местный бюджет. Сначала рассмотрели бюджет на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов. Предлагается увеличить доходы бюджета на сумму 295,9 тысяч рублей и заменить в подпункте А цифры 7,993,578,6 миллиона на цифры 8,4 миллиона 638 тысяч рублей. Таким образом доходы увеличились, а расходы напротив стали меньше. В связи с чем уменьшился и дефицит бюджета. Данный вопрос был предварительно рассмотрен на бюджетной комиссии, поэтому вопросов у народных избранников не вызвал. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались. Решения приняты единогласно. Второй вопрос, касающийся бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов, предусматривает увеличение расходной и доходной частей. Станет больше и дефицит бюджета, но не превысит 10% установленных нормой бюджетного законодательства. Данный вопрос также был единогласно принят депутатским корпусом района. Следующим докладчиком стал заместитель главы администрации Ленинского района Альберт Гравин. Он озвучил вопрос об индексации компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории муниципалитета. По данным Росстата, индекс потребительских цен за ноябрь 2019 года по отношению к потребительским ценам 2018 года составил 105,5%. Мы предлагаем рассмотреть и применить коэффициент 1,06 с будущего года. Депутаты единодушно поддержали данное предложение. К слову, за прошедший год в районный бюджет в виде компенсации поступило порядка 20 миллионов рублей. На заседании присутствовал глава муниципалитета, который сказал, что уходящий год был насыщенным, отметив последние важные события. Решили очень большое количество проблемных вопросов, которые долгие годы не решались. В частности, в системе здравоохранения. Мало того, что у нас третья хирургия сейчас ремонтируется активно, мы взрослую поликлинику на следующий год наконец-таки с четвертого раза поставили в программу капремонта. Председатель районного совета депутатов Станислав Радченко также отметил, что в 2019 году у народных избранников было много работы. Мы сделали очень много и по наказам жителей, собственно, проводилась работа и по жалобам. И я думаю, что вот этот напор этого года в хорошем смысле, положительным, позитивным, мы, я думаю, сохраним и в будущем году. Впрочем, в будущем году Совет депутатов начнет работать уже в новом составе и в новом качестве.